Всем привет, мои дорогие подписчики, гости нашего канала. Меня Сушуля просто выгнал на улицу, пришел с работы, ходил ненадолго, так как сегодня выходной. Говорит, Янусь, выйди, поснимай, покажи, какая у нас погода, там просто огромное озеро, лужа. Ну вот, решила выйти поснимать, пришла в Малиновый рай, начинаю видео снимать отсюда. Очень мне нравится эта елка, и вообще всегда любуюсь ею, когда смотрю в окно, утром пью чай на диване. У нас моросит, даже не моросит, сейчас вообще прям сильный пошел, видно вам? Очень усилился дождь, идет он со вчерашнего вечера, только вчера с вами радовались, и многие писали, просили. Яна, вышли нам немного снега, и вот на тебе, вечером погода испортилась, пошел дождь, всю ночь он лил, и вот сейчас моросит, просто не переставая. И мы вчера, когда с вами попрощались, вышли прочистить тропинки, и тут грязь лягает. Пусть, а ты откуда выскочила? Откуда-то с заднего двора, где малина бежала за мной. Посмотрите, за двором канавы полные воды, я прям даже переживаю, чтобы в дом не пошла. У нас все-таки фундамент не очень высокий, вот. Хотя мы уже надеялись, что снег выпал, будут стабильные морозы, как-никак середина декабря. Ну нет, лужа какая. И мне очень нравится, что тут смотрят за порядком, с самого утра уже ездит машина, посыпает дороги снегом. И у нас вообще здесь дорога сама по себе очень узкая, ее прочистили. Как теперь ходить с детьми? Я вообще не знаю, будем приходить домой в грязюки. Уже несколько раз было таких случаев, что машины несутся, причем за рулем сидят женщины. И даже вот не приостановятся. Вся грязь летит над тебя. Вот, видите, не только мужчины, но и женщины. Тоже летают. Во, какая лужа. Едешь по луже, и заодно сразу помылась машина. Вообще настроения никакого. Как я говорю, от погоды тоже очень многое зависит. Если вчера мы с вами порхали, радовались, то сегодня все наоборот. Вот, так, я говорила вам, что сейчас зайдем домой, будем крутить невкуснейшую тушенку со свининой и с говядиной. Дети играют. Сейчас, когда домой зайду, то уже вам их покажу. Немного мы утеплили виноград, что смогли. Закидали снегом. Розы стояли в таких бугорочках. И тут у нас тоже гололед. Вот, очень скользко я сейчас так сильно подскользнулась, и у меня даже нога болит. Где косточка? Вот, снег, можно сказать, весь растаял. И тут канава просто через верх. Кошмар. Ладно, всем хорошего дня, отличного настроения. О, еще пришли. Сейчас начнете нас ругать, бедные котики под дождем. Ну, не буду даже ничего комментировать, говорить, кто нас понимает. Всем огромное спасибо за понимание. И это котики. Домашние и уличные. Они в любое время могут выйти по своим делишкам и погулять. Но сейчас заходим им мыть лапки, и будут они греться. Вот они сразу откуда-то повылазили. Трое штук. Видели, я сейчас ходила, их не было. Вот, знают, что я их сейчас запущу сразу к дверям. Да? Сразу к дверям. Подождите, друзья. Сразу к дверям. как вы поняли планы изменились я уже в мичуринске мне сейчас позвонили но не сейчас чуть раньше сказали о том что освободилось место есть ли у вас возможность приехать так что я на месте я подымаюсь третий этаж 10 кабинет такие красивые цветочки потом вам расскажу сколько мне все это обошлось так как многим интересно моя карточка все так очень красивенько отправили на рентгент стою жду второй этаж и смотрите какой красивый цветок огромный это настоящий а вот стоит уже искусственный но тоже очень красивый большое зеркало я ждем страшно хотя против уже должна привыкнуть очень чисто все аккуратно и это подкупает чувствую что ты в надежных руках кто лечил здесь зубы вдруг есть люди с мичуринска стамбова напишите будет интересно подсчитать я вышла ровно была в кабинете час два рентгента по 300 рублей эти 2 и за лечение зуба 5 600 все идем сейчас оплачивать и домой на улице темнота дождь и я только вышла записалась теперь на лечение на двадцать шестое число и также дочу только свободное место на январь картодонту все едем домой крутить тушенку зашла домой у нас тут уже во всю начинается готовка сашуля режет мясо коты поют песни на весь дом и вот вы говорите нельзя им давать сырое мясо как тут не дать когда они орут окружили посмотрите на бусю она бедная сидит прям хвостом туда-сюда сыночка тоже помощник персик готов залезть просто на стол и все съесть ну сейчас по кусочку им дадим ну всем приветики реже мясо сейчас покажем вам чудо технику в которой будем готовить тушенку о все раскричались разорались думали что им сейчас такой вкусняру да надо их наверное веранду сашуля то не сейчас бесконечно будут просить и нам ничего не дадут сделать так это у нас свинина тут немного говядины сейчас порежем вы знал что это говядина хотя у ай ты вообще даже никогда и не ел так смотришь когда сырое мясо вроде ничего в нем вкусного до говядина вы знаете постное мясо и мы вычитали в рецепте что когда готовишь тушенку из говядины надо добавить немного сала свинины тогда будет вкуснее ну и вот наш аппарат чудо техника это автоклав личный повар от домашнего стандарта смотрите какой он красивый стильный и очень компактный как тебе максимка нравится чудо техника наша это нет это крутить нельзя зачем-то все ладно давайте я бегите с анютой играйте а мы немного с папой расскажем вдруг кто-то сейчас в поиске такого автоклава и вообще даем очень много есть людей у которых огромнейшее хозяйство вы не знаете где хранить мясо а это отличная вещь сделать тушенку и вообще очень много тут рецептов смотрите идет вместе с ним более 120 лучших рецептов для автоклава домашний стандарт мы уже почитали и сейчас будем готовить вот как раз по одному из этих до рецептов пока там сашуля режет мясо дети убежали в кухне стало так тихо я пользуюсь моментом и хочу немного рассказать о нашем чудо аппарате но более подробную информацию вы уже можете сами пройти и почитать все ссылки оставлю я в описании канала и также закреплю в комментарии тем более сейчас идут хорошие новогодние скидки я думаю которые вас заинтересует все более подробно будет там ну а наш автоклав это личный повар компактный он универсальный идет на 18 литров три года гарантии и несмотря на то что он кажется таким маленьким по видео в него входит 10 банок по 0 5 литров автоклав изготовлен из сцены хирургической стали у него зеркальная полировка что делает его привлекательным визуальной и уход за ним очень удобный и простой также руку подставь вот александр николаевич все лично проверил точно изготовлен из лучшей нержавеющей стали и сейчас вам расскажу немного о его комплектации самое главное наверное автоклава это кастрюля которая смотрится очень аккуратно и стильно удобные винтовые прижимы манометр крышка крышки идет дышащий клапан предохранительный клапан ручки для переноса с удобным хватом прокладка из пищевого силикона контрольный термометр который показывает точную температуру так как он спиртовой мы уже лично проверили установили его в кипящую воду и показал ровно 100 градусов шланг для отвода пара я думаю вы уже догадались куда его нужно установить вообще я думала что с автоклавом все намного сложнее а тут оказалось все легко и просто и можно даже догадаться интуитивно что к чему ну конечно лучше всего ознакомиться с инструкцией что к чему и тогда будет намного безопаснее внутри также идет это поддон из нержавеющей стали туда мы потом будем наливать воду устанавливать банки но обязательно вам поснимаю покажу процесс приготовления кольца зажимы для крышек они приобретаются отдельно но так как сейчас у них там крутые акции можно сэкономить 2000 так что все будет в описании проходите почитайте я думаю что 2000 никому не будет не будут лишними и мне очень понравилось что именно у них у домашнего стандарта есть свой youtube канал рецепты все про использование это очень круто поэтому ссылки на соцсети также вам оставлю ну вроде бы как все вам рассказала о комплектации теперь осталось показать уже сам процесс приготовления и использования нашего автоклава вообще этот аппарат вас точно поразит широтой своих возможностей это четыре в одном личный повар автоклав он для стерилизации и консервации это супер также скороварка которой просто нет равных сама кастрюля у автоклава она еще премиума класса вообще личный повар автоклав для повседневной использования для повседневного использования кулинарии и консервации так что я думаю что любая хозяйка оценит такой подарок а вот именно сейчас мне кажется в новый год можно подарить такую чудо технику родителям друзьям знакомым и каждый будет рад такому приобретению и и Субтитры подогнал «Симон» Банки уже набиты мясом, свинина, говядина. Наливаем в автоклав воды полтора литра. Это нужно от литра до двух, но вы полтора налили. Да, Сашуля уже переоделся. Жених то в одном, то в другом. Так, устанавливаем баночки. Первый ряд, пять баночек. И сверху второй ряд. У нас пять банок, говорила я, свинины и говядины. Устанавливаем все. И сейчас покажем вам, что делать дальше. У меня это вообще первый раз в жизни. Работа с автоклавом. А у тебя, Сашуль, что делать дальше? Нет, мы ознакомились с инструкцией. Все очень хорошо. Почитали. Посмотрели. И вот сейчас вам покажем. Разговаривали с родителями. Они говорят, это дело такое небыстрое, но очень вкусное. Банки только и улетают. Ну, посмотрим, как они у нас пойдут. Дегустация уже будет завтра. Так как я пока приехала с Мичуринска. И готовить-то недолго, 70 минут, но остывает он долго. Поэтому завтра, как проснемся, обязательно будем дегустировать и посмотрим, что получилось. Закрываем винтовые зажимы. Сашуля уже одел шланг для отвода пара. Закрепил хомутик. Сейчас нужно будет еще налить в эту дырочку подсолнечное масло, капельку и установить термометр. Ну, в принципе, все. Включаем газовую плиту. Ждем, когда дойдет температура до 120 градусов и убавляем. Ну, все и рассказали уже, да? Так аккуратненько он смотрится на газовой плите. Закручиваем крест на крест. Закручиваем крест на крест. Сашуль, как впечатление? Интересно? Попробуем. Потом будет банки с собой на работу брать тушенки. У них там есть микроволновка. Разогрел, поел, картошечки отварил на рыбалку. Да хоть куда. Взял банку и пошел. Ну, главное, чтобы у нас все получилось. Не как в поговорке, первый блин комом. Все пытаются налить в бутылки, а мы нашли шприц. Два кубика. Можно даже и меньше. А чтоб брызнуло. Ага, в потолок. Чтоб обновил. Заливаем сюда. И устанавливаем наш спиртовой термометр, который показывает точную температуру. И нужно будет сейчас засечь ради интереса, сколько по времени будет нагреваться и дойдет температура до 120 градусов. Все. Установили. Шланг кидаем в кастрюльку. В какую-нибудь емкость. Пошел процесс. Если все получится, Сашуль, летом купим с тобой бройлеров, поросенка. И у нас будет с тобой бизнес тушенки. Да? Ну, а сейчас пойди в магазин и купи. И то там непонятно с чего, а тут вот с домашнего мяса. Мы потом купим в магазин. И домашний будешь пробовать. Какая вкуснее. Да, дегустация. Закроем глаза, чтоб не догадались. И проверим, какая вкуснее. Так, все, тушеночка готовится. Надо мне сейчас перемыть посуду, все прибрать, потому что раскидали по всей кухне. И надо уделить время детям. У нас тут матч по футболу. Мы поставили тушенку. И я пришла в качестве болельщика и комментатора. Хотела показать вам кусочек игры. Вы только посмотрите на Максимку. Он уже весь мокрый, как будто вышел из бани. Игра идет жесткая, очень напряжена. Ну, почти был гол, но нет. У каждого свои ворота. Ну, я так поняла, что Анюта с папой против Максимки. Ну, он всех порвет. Он просто бьет рекорды. Он и там, и везде. Сына, давай, сыночка. Давай еще немножко. Я прям боюсь, что телевизор либо у нас свалится. Или мне этот мяч прилетит в глаз. Несмотря на то, что он такой маленький, жесткий. Сына, посмотри на маму. Смотрите, весь мокрый. Да, есть! Гол, сыно, молодец. Дай пять мне быстро. Стоп игра, сыночка, мне дает пять. Дай пять. Молодец, сына, давай. Есть! Еще один гол, Анюте. Кто выигрывает? Я. Сына выигрывает? Я два. Нет, у меня один. У тебя один, а у них уже по два. Их по три гола, а у меня один за три. Ты уже им по три, Анюте три. И папе три забил. Это Алис, мы теперь любим один. Пока тоже Анюте забил. Да? Да, мы сейчас. Сына, молодец. Вы просто видели? Теперь Алиса тоже. Вот, его надо отдавать в футбол, Сашуль, да? Нет, он там будет в джоннике. Нет, он там просто всех. Не буду, там они широкие. Да. А мне только что закрываешь? Ну все, продолжаем играть. Давай, сыночка, давай. Давай, давай, давай. Чтобы ты мне ворота не закрывала. Вот так вот. Вы выгнали Максимку! А у него уже пять? Да. У него четыре. У меня четыре, у него четыре. У меня три. Да? Да. Тихо. А так нельзя. А так нельзя. А то там... Не надо! Не надо! Валюта, забьем! Да! Валюта, четыре. Четыре. Валюта, давай забьем, чтобы... Всех ровно? Да. На вылески. Валюта, вы забьете! Нет! Теперь мы с Максимкой. Кто кому забьет, тот вылетел. Все. Все. Игра окончена. Сыночка уже второй или в третий раз выигрывает. Давай за мной. Поздравляю! Ура, ура, ура! Ура! Всем привет! Присела с вами немного поговорить, пока там мои играют. Вы уже догадались, я ездила в Мичуринск несколько дней. Ну, я вам ничего об этом не говорила. Меня начал беспокоить зуб, который я лечила у нас здесь в поликлинике. Вроде все было хорошо, но тут на тебе вылетела наполовину пломба. Он начал чернеть, прям вот чернеть. Видимо, мне его почистили плохо, и я решила, что нет, поеду я в платную. Пусть, да, там цены кусаются, но все-таки передние зубы, и тем более каждый, наверное, человек хочет сохранить зубы свои до последнего, борется, чем вставлять и потом с ними мучиться. Ну, и сегодня так неожиданно мне позвонили, сказали о том, что освободилось место. Просто я раньше еще звонила, говорили, что нет свободных мест, мы вас запишем на позже, меня все записали, а тут вот на тебе. Зуб сейчас немного прям беспокоит, но она и сказала, что приедете, когда пройдет какое-то время, выпейте таблетку, может, будет как бы, да, немного дергать, такое неприятное чувство, ну, потом все пройдет. Я безумно счастлива, теперь заказалась, записалась еще на лечение одного зуба, и вроде бы как все, больше ничего не надо, лишь только чистка и анюту-кортодонту. Я вам говорила о том, что, да, у нее торчат эти клыки, мы едем на консультацию, и потом уже нам скажут, можно что-то исправить, нет, либо ждать, когда она станет старше, не знаю. Ну, вот, как-то так, так что берегите свои зубки, если у вас что-то малейшее, сразу идите, по возможности лечите, не нужно тянуть, как я, я вот прям дотянула до последнего, я сейчас вот взялась за голову и думаю, почему я не пошла раньше, это неправильно, мы на своем здоровье экономим, вот я такая, да, хоть вы меня и ругаете, хоть что-то у меня болит. Некоторые молодцы бегут сразу, сдают анализы, проверяются, лечат, нет, меня, когда уже, наверное, на носилках с дома, или я буду выползать, я лишь только в таком случае иду в больницу, сдаю анализы, а так меня просто не загнать. Да и вообще любого человека не загнать, ну, просто многие к этому относятся более, что ли, ответственно. Ну, и все, наверное, мои дорогие, немного с вами поговорила, как-то так прошел наш день, пока съездила в Мичурин, все это дорога, дождь, вообще голова раскалывается, и будем ждать, когда приготовится тушенка, ну, и я вам говорила о том, что дегустация уже будет завтра. И хочу сказать вам огромнейшее спасибо за то, что вы с нами, за вашу поддержку, за все, за все. И, как я и обещала, за розыгрыш многие мне напоминают, не переживайте, я все прекрасно помню, просто жду, так сказать, удобный случай. Я вам говорила о том, что я не буду говорить, что и видео мое не будет называться розыгрыш, там, по комментариям, пишите, участвую. Я сама бдю за самыми, как сказать, за самыми внимательными, и уже несколько раз заметили, что мы вам кое-что не так показывали в видео, но я этого не озвучила, потому что у меня там свой список, и вот кто самый внимательный, кто ждет наши видео, просто хочется, чтобы победил человек, который действительно от души с нами ждет нас, а не так, что первый встречный, а не так, что первый встречный, и вообще, который не рад за нашу семью, и вот зашел мимолетом, и бац, тут выиграл. Хочется, чтобы победили именно те подписчики, которые давно с нами. Ну и, в принципе, все. Так что ждите, вот-вот осталось совсем немного. Я все прекрасно помню, и вообще, кто с нами давно, тот знает, что если я сказала, что будет розыгрыш, да, где-то с задержкой, ну поймите, вот сейчас там зуб, это все денежки, да, и затраты, и просто хочется, чтобы и нам было это не в напряг, и вас порадовать, и добавить еще какие-то такие приятности, тем более Новый год, что-то купить от себя. И многие, знаете, пишите, что, Яна, кто тебя смотрит, тот останется, и без твоих подарков. А вы думаете, что я хочу так подкупить, подарить подарочек, останьтесь со мной? Нет, просто я считаю, что надо делиться, мне тоже хочется сделать вам приятное. И вообще, каждый человек, несмотря на то, что у него все есть, приятно что-то выиграть, поучаствовать, проверить свою удачу. И вообще, я сама люблю розыгрыши, везде участвую, это просто такой азарт, такие эмоции, когда я провожу эфир, так что не переживайте, розыгрыш будет, скоро мы получим посылочку, и, кстати, я вам говорила, что будет крутой подарок, да, он будет, вы даже не догадываетесь, хотя несколько человек отгадала, и этот подарок тоже меня задерживает, все у меня на потом, на потом, и никак он до меня не дойдет, постоянно перекидывают в следующий месяц, следующий, но сейчас он в пути, поэтому дожидаемся его, и все, и все, погнали, так что все ладненько, всем пока-пока.